Всем Sense of Human, пацаны! Сегодня у нас супер-мега-вольная вариация на Маркула, в которой вы увидите шикарное фортепиано, красивую сирену, долбящий биточек. И это видео будет космически долгим, так что если вам нравятся космически долгие видео, то можете смело ставить лайк. И первым делом добавим контакт, в который поставим библиотеку Noir, то есть Noir, и темп 186 ударов в минуту. И это будет биток, вдохновленный альбомом. То есть тут нету конкретных точных референсов, просто набор интересных черт этого звучания. А Noir нам нужен ради его супер-мягкого звучания, только давайте колора чуть-чуть добавим. Наш Scale это F Natural Minor, и прогрессия звучит типа как-то так, сначала F, F, потом C шар, и потом C. Это будет мажорный аккорд, это будет минорный аккорд, это будет минорный аккорд. Ну теперь пропишем самих ноток аккордов, а то тут только октавы. И вот здесь, вот в этой части, у нас только нотки, входящие в F минор. Это уже звучит как своего рода прогрессия. Тут у нас C шарп мажор, и еще можно добавить Ти-Ти-Ти-Ти, вот тут. Эпик. Вот такая эпичная прогрессия аккордов, состоящая всего из трех аккордов. Теперь нажмем Alt-S, и как-то... Как-то так, обязательно Preserve End включаем, и чуть-чуть убавим все это. Вот так. И добавим второй инструмент, тоже из контакта. Библиотеку Heavyosity Nova, и вот этот пресет String Designer. По факту это просто такие слегка примодненные струны. И тут Organic, и первый пресет. Ctrl-C, Ctrl-V, но тут вот эти все вариации, все это мы убираем, оставляем только аккорды. Так, нотки до самого конца не протягиваем, оставляем тут чуть-чуть, потому что хвост длинный, и типа, чтобы этот хвост тут немножко угас, и поднимем на октаву вверх. Мне нравится. Теперь добавим Analog Lab 5, или V, смотря как читать. И в Analog Lab есть лайки от пресета, то есть то, чему я поставил лайк. Просматриваю некоторые библиотеки, что мне понравилось, ставлю им лайк. И вот здесь я конкретно хочу взять вот этот пэт, он такой двигающийся этот пэт. Ctrl-C, Ctrl-V. Пока, конечно, звучит как каша, но это еще не все. Мы добавим еще пяток инструментов, всего их будет у нас шесть. И без этого пресета в треке Markkula обойтись не могло. Самый частый, наверное, патч из Omnisphere, вот этот в B, убавляем шум. И сыграем на нем вот такую шикарную мелодию. Тун-тан, тын-тан, тан-тан. Только сократим. Вот так. Тан, на эту нотку. Тан, та, ага. Вот это сюда, вот это сюда. Просто под нотки аккорда подставляем этот мотивчик. И здесь в конце у нас будет тун-тун-тун. Начиная. Вот так, может быть. Шикарно, неплохо. И теперь добавляем еще один спутник. Оговорочка. Analog Lab 5. И возьмем... Тут есть, короче, Pure Pleasure. И он реально звучит как... Как Pure Pleasure. Это обычный сайн-колокольчик. То есть, типа... Короче, супер-мега-простой колокольчик. И он у нас будет перекликаться с колокольчиком на Omnisphere. Давайте в новом паттерне. Он будет еще супер низко звучать. Ту-ту-ту-ту. Так, C. F. G-шарп. Сюда на G. Нет, вот так. Ага, вот. И подстроим вот этот мотивчик, опять же, под нотки аккордов. Да, все. Он пока не очень хорошо слышен, но мы добавим на него легкий перегрузик. И он прям шикарно будет пробиваться через всю мелодию. И добавим финальные мелодические инструменты серума на этот раз. Это будет лид. Лид из пака, который я использовал в прошлом видосе. В этом пресете чуть-чуть добавим порта. И он будет играть что-то типа Way to C F Но, чтобы было красивее, нам нужно добавить вот этот звучок. Типа, чтобы глайд был. И глайд немножко убавим все-таки. Угу, то, что нужно. А в конце будет похожая фигня. Только Way to To G C G Вот этот звук сократим. Да, то, что нужно. Ну и, конечно, куда же без басца. Это тоже серум. То, что нужно. И звучит он как-то И на октаву вниз. Идеально. Теперь все это переименуем и сбросим на микшер. Немножечку баланса здесь, конечно, не помешает. И теперь у меня к вам есть маленький вопросик. Какой из треков с альбомом Markula Sands of Human вам понравился больше всего? Если вам не сложно, напишите об этом в комментариях. И буквально в паре слов опишите, типа, почему. Потому что, ну, мне действительно интересно почитать. Лично мне больше всего понравился трек, наверное, Белка, потом Читкот. Ну и, конечно, финальный трек. А вообще, в целом, в целом, на этом альбоме мне понравились все треки, кроме двух. И я почти уверен, что вы даже сможете выгадать пару треков, которые мне не понравились. Короче, напишите в комментариях, какие треки вам понравились. Мне реально очень интересно это узнать. И теперь добавим гвоздь программы сегодняшнего бита. А капеллу. Наверное, стоило сказать не а капеллу, а скорее кое-что с Лупермана. А капеллу с Лупермана. Ссылочка на капеллу будет в описании. Она, по-моему, в тональности B. Вот этот кусочек мы возьмем. И еще в конце. Вот это нам понадобится. И давайте сразу добавим, точнее, убавим 600 центов. И подставим нашу мелодию. Я хочу, чтобы она начиналась вот здесь, а капелла. Как-то так. Включим здесь дженерик. А лучше давайте смуф. Стретч пока отключен. Вот это так сократим. И теперь будем по чуть-чуть подстраивать ритм. И вот здесь мы возьмем. Вот так. О, да, то, что нужно. Играть у нас будет сначала вот это, потом вот это, потом снова вот это. И в конце вот этот кусочек. Включим смуф. Не все моменты звучат в тон к нашей мелодии. Мы их поправим сейчас. Для этого все выделяем. Ctrl-Alt-C. Ресемплим вов. Чтобы открыть его in pitch корректор. Во-первых, центр крутим чуть больше половины. То есть центр, по факту, это если нота чуть-чуть отклоняется от точного значения в центах какой-то ноты, он как бы к этому точному значению ее немножко возвращает. И мы просто ориентируемся вот по этим ноткам и подгоняем все под нотки, которые входят в наш скейл или в наши конкретные аккорды. В рейшн давайте все-таки немножко убавим. Если у вас полная версия ньютона, а не как у меня, реальная, то вам нужно теперь просто зажать вот эту кнопку и перетащить в плейлист. Но мне придется это ресерпить. Ну а теперь давайте пропишем биток. Начнем с басца, конечно, как обычный cut itself. И звучит он как-то... Здесь C. И вот так. И все. Тик. Почти полностью по басу, с небольшими исключениями. Вот здесь вот удар пропускаем, здесь ставим, здесь ставим двойной. Потом дублируем. Вот так. И вот здесь одинарный, но вот тут у нас бас уже не звучит. Снэр. Второй снэр. Второй снэр делаем чуть потише. Первый тоже. Фильтр снэр. Звучит. Ctrl-C вот на этот парк. Он у нас будет, надо подыгрывать снэру на каждый второй раз. Закрытые хэты. Конечно же, в первую очередь shift. Парт будет у первых хэтов типа вот такой. Каждый второй чуть потише. Продлеваем. Переключаемся на одну треть. И вот здесь вот. Сделаем небольшую пробежку. Вот такую. На следующем, втором хай-хете почти то же самое. Все, кроме пробежки, выделяем. Сокращаем в два раза. И как бы дублируем. То есть просто ускоряем второй хэт в два раза. И получаем что-то типа. Ctrl-B. И на втором хай-хете мы немножечко открутим out. И, конечно же, дадим shift. Он превращается в подобие шейкера. Короче, мне нравится, как это звучит. Закрытый хэт. Настроим ему envelope. Включим вместо resample stretch. Чтобы он красиво звучал на низких нотах. Вот. Остался вот этот перк. Он будет играть у нас перед снэром. Раз в четыре такта. Crash просто сокращаем out и ставим. И все. Бит прописан. Переименуем и сбросим на микшер. Сразу соберу групповые каналы. Вот очень условный первичный баланс. Сейчас давайте раскидаемся по паттернам. Сделаем чуть структурку и чуть-чуть подсведем. В первую очередь я хочу заэресцентрить фортепиано, чтобы его развернуть. Выделяем наверху. Ctrl-Alt-C. Enter. Reverse. Жмем здесь chop. Time-based chop. Chop in bass. И просто вот типа разворачиваем его таким образом. Теперь давайте все это дело сократим. И вот здесь вот выберем в declicking mode smooth. Сократим сильно. И нам нужно отправить его на микшер, чтобы накинуть на него half-time. И сразу сделаем кусочек куплета. Потому что кусочки куплета я хочу, чтобы играл вот этот Vox. Но не просто играл. Делаем его уникальным. Заходим в настройки, повышаем на октаву, то есть pitch на максимум. И нарежем его, чтобы не вешать никаких тремалаторов. Просто выбираем chop, time-based, chop in beats. Сократим. Но это не все. Выбираем вот эту функцию отключения. И каждый второй звук отключим. Мне так нравится. И в первую очередь на Vox я хочу повесить little alter boy. Little alter e boy. Link включаем. Pitch на минимум. Wet. Чуть меньше половины. Вот такое звучание мне прям очень нравится. И закинем сюда еще, давайте, RC-20. И сюда так и просится еще немножечко фаб-фильтр, чтобы отпилить. В сайте низкие частоты, потому что их дофига. Давайте я быстренько все это проделаю. И потом объясню примерно, что я сделаю. Наверное, самая интересная обработка, которую я хочу сделать, это RC-20. Но вот эти Bell Analog, из которой из Analog Lab. Я просто включу вот такой вот пресет перегруза, отключу этот, этот и сделаем. Чуть поменьше. Сейчас мы его чуть-чуть подэквализируем. Вот так. Еще на колокольчик из Omnisphere кинем Half-Time с пресетом 1,4. И давайте замейки уничим фортепиано, чтобы сократить его в два раза каждые два такта. Поднять на октавку вверх и накинуть на него Half-Time. Выбираем в Half-Time 2 бара и все. Давайте вот эту часть, наверное, удалим. Оставим в основном аккорды. На развернутые кусочки фортепиано я накинул RC-20 и Eco-Boy. И на эквалайзере группы инструментов я просто убавил сайт внизу, убавил чуть-чуть совсем низких частот, убавил mid в середине и капельку там в районе 300 Гц чуть-чуть придавил, чтобы оставить больше места ударным. Вот как-то так звучит припевная часть. На ударных я накинул на снаерах эквалайзер, чуть-чуть 200 Гц задрал, чтобы поплотнее было. Потом Drum Shaper, потом E-Major. Ну и, собственно, как обычно, на хэтах тоже вот такая несложная настройка, а на перкуссии вообще только E-Major. На канале с ревербом, помимо стандартного для меня пресета, перед ревербом я поставил эквалайзер, чтобы отпилить лишний верх. И над рамках просто Saturn, стандартный CleanTube, задранная сатурация на высоких частотах. Еще на группу инструментов я закинул вот такой вот двухкрутилочный компрессор бесплатный. Инструментов много, я хотел их чуть-чуть поджать и все. Ну и сатуратор тоже примерно как на ударных, то же самое. Вторая куплетная часть будет с таким же битом, только у нас добавятся еще вот эти колокольчики. Пропадет Vox и появится Fortepiano. И еще я добавлю один FX. Вот этот звучок, я Q в минимум и развернем его. Подстроим его вот сюда вот. Типа, чтобы было. Ну и сбросим его на какой-нибудь канал микшера. Можно немножко так сократить. Нормально. А окончание здесь будет. А теперь я хочу нагнать просто максимум эпика, так что струнные делаем уникальными. Продлеваем их в два раза, чтобы добавить тут высоких ноток. Здесь еще выше. Нет, здесь давайте возьмем G. А здесь уже F. А здесь G. Идеально. Теперь Ctrl-C. Это все дублируем на пэт. Бас тоже продлим. Здесь на октаву вверх. Здесь на октаву вверх. Здесь на октаву вверх. И здесь давайте тоже на октаву вверх. Вот и... Шикарно. И ко всему остальному мы приплюсуем еще одну штучку. У нас во второй части голос добавится голос на октаву выше. По-моему, это офигенно. И теперь, чтобы все стало еще круче, добавим сирену, потому что с сиреной все круче. Правая кнопка мышки Edit and Pitch Corrector. Посмотрим, она на ноте C-Sharp. Поэтому нужно поднять ее на 4 полутона. Pitch Plus 400. Declicking Mode Smooth. Чуть-чуть вот это подкратим. Наверное, включим Stretch. Чтобы она началась где-то здесь, закончилась где-то здесь. Шикарно. Давайте отправим ее на какой-нибудь канал микшера. Убавим. И повесим на нее Valhalla Shimmer Shimmer и Middemy. Concert Hall и Mix. Типа, давайте, процентов 40. Шикарно. И чтобы все стало совсем хорошо, кидаем сюда Fruity Balance, выделяем кусочек, вот этот. На Fruity Balance правой кнопкой мышки Create Automation Click. И где-то здесь резко закончилось. Вот так. Вяу. Вот, отлично. И здесь все остальное тоже обрубится. И после этого, наверное, бахнем снова куплетную часть. Ну и давайте сделаем вступление. Для этого Vox опять Make Unique. Только на этот раз опустим на октаву вниз, чтобы было. И еще, чтобы было посимпатичнее, для Vox'а, для струнных и для PED'а, я сделаю вот этот выход из-под воды, то есть выход из low-pes'а. Я сейчас покажу это вам в ускорении, потому что я уже показывал тысячу раз, как это делать. И с помощью вот этого же low-pes'а я сделал в конце вот эту штуку. То есть у нас здесь PED и струнные резко так, оп, обрываются и появляется кусочек тишины, за счет которого более значимым кажется вот этот дробь. Короче, мне вот такие штучки очень нравятся. Вот такие настройки я поставил на клипере, на мастере, и теперь закинем туда же Ozone. На Exciter'е у нас Gentle High End, я вот тут чуть-чуть только микс убавил, и все. На Imagery, как обычно, Enhanced Space, Vintage EQ, я взял 200 Гц и чуть-чуть убавил на 1,3 дБ. И вот такие настройки у нас на мактимайзере. Даже может чуть-чуть поддавить. И перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмэкингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. А чтобы узнать об этом видеокурсе подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании, можете написать мне ВКонтакте в личные сообщения или в Директ в Инстаграме. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам капельку полезным, чуть-чуть интересным, или может просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим роликом. И конечно же, конечно же, конечно же, подпишитесь на канал. От этого мне станет очень хорошо и приятно, а вам это ничего не стоит. И кроме того, вы будете получать уведомления о моих новых видео и не пропустите ни одно. Если вам понравилось это видео, другие понравятся точно так, что прямо сейчас. Чуть-чуть пролистайте, нажмите подписаться или на телефоне просто из горизонтального режима поверните вертикальный и нажмите подписаться. И на этом у меня уже точно все на сегодня. Надеюсь, это длинное видео вам понравилось. С вами был Стас, это я, Стас Гарфкрот. И я уже жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok